Минувшие выходные жители страны отметили Старый Новый Год. В Ночи Максарские в канун праздника устроили новогодний хоровод дружбы. Так называется фестиваль национальных культур. Русские, чуваши, татары, марийцы, армяне и мордва собрались все вместе, чтобы встретить 2017 год по старому стилю. Шесть народов, живущих бок о бок в одном маленьком городе. В канун Старого Нового Года они собрались вместе в художественном музее Новочебоксарска. У каждого народа принято встречать этот праздник согласно своим традициям. И о них участники фестиваля охотно рассказывали друг другу. У морийцев принято на Новый Год подходить к барашку, дергать его за ножку и желать большого плодородия, большого счастья в Новом Году. Поэтому традиционно игрушка барашек с морийским орнаментом, который, в общем-то, украшает каждый дом. На фестивале можно было научиться мастерить традиционные подделки, услышать песни разных народов, научиться элементам народных танцев, а также попробовать национальные угощения. Такого разнообразия домашней выпечки и мясных закусок за обычным новогодним столом, пожалуй, не встретишь. У каждого народа свои фирменные блюда и секреты их приготовления. Вообще-то татары любят мясные блюда. Поэтому, вот, если пышмак, обязательно мясной, беляш тоже мясное блюдо, и сладкие блюда тоже. Но сладкие блюда тоже сделаны с медом, не с сахаром, все полезные. Говорят, что татары сладкое любят, но любят, но только полезные, только кушаем. Одно из вкуснейших блюд называется гата. Это выпеченный сладкий пирог. Он посыпается орехами, сладостями. И внутрь, в начинку, вкладывается одна фасолинка. Кому попадает кусочек с фасолинкой, тому в Новый год будет удача. Организовали такой фестиваль «Союз женщин-чувашие» и «Газета Грани». Праздник завершился единым новогодним хороводом дружбы. Организаторы надеются, что фестиваль положит начало новой доброй традиции отмечать Старый Новый год всем вместе. Татьяна Шинжаева, Егор Алексеев, Александр Яковлев. Вести Чувашия.